Алматинские общественники требуют проверить законность помещения беженки из Узбекистана правозащитницы Виктории Баженовой в Центр психического здоровья. Оказалась она там по сигналу сотрудников Дома ветеранов, где в последнее время Баженова проживала вместе со своей 85-летней матерью. По словам казахстанских коллег, к Виктории очень часто за помощью обращались пожилые люди, проживающие в этом самом Доме ветеранов. Баженова же все нарушения снимала на видеокамеру и публиковала на своем YouTube-канале. Нянечкам сказала, он до сих пор лежит. Вы понимаете ли, уже все покушали, хлеб опять дали без тарелок. Эльза, а вот у нее синяки на руках, почему? Нин, ты меня слышишь? Мы предполагаем, что возможно есть основания для постановки вопроса о незаконном водворении ее в Центр психического здоровья, поскольку, зная этого человека довольно продолжительное время, я со всей ответственностью утверждаю, что никаких отклонений в ее поведении психики не наблюдала. Она не является человеком, употребляющим алкоголь, она не является токсикоманом, она в добром здравии. Виктория Баженова одна из правозащитниц, которая требовала провести международное расследование о кровавых событиях в Андижане. Именно из-за этой деятельности ей пришлось бежать из Узбекистана. В 2014 году Баженова получила статус беженки в Казахстане, но это все, чего смогла добиться правозащитница. Надо понимать, что законодательство Республики Казахстан, оно по сути не дает беженцам каких-то гарантий социальных, финансовых, и человек получает только защиту от невыдачи его стране. И поэтому всегда стоял вопрос по ее размещению за все эти годы, где она только не жила, и помогали, пытались и просто неравнодушные граждане, органы миграционной службы. Она проживала и на дачах где-то в поселках, и потом появился такой вариант помещения именно в дом ветеранов. В самом доме ветеранов говорят об обратном. По словам руководства госучреждения, женщина жила здесь с 2016 года и регулярно занималась поисками нарушений в работе местных соцработников, писать обращения во всякие инстанции. Говорят, в доме ветеранов Баженова могла по поводу и без повода. Это 18-й год. 17-й год. Это 16-й год. Теперь посмотрите. Вся корреспонденция обращения Баженовой. Это ответ на жалобы Баженовой. Это ее жалобы и наши же ответы. Вы понимаете? Их у меня около 2,5 тысяч. Руководитель управления занятостей от получателя услуг. Партия Нур-Утан города Алматы переслала вам мое заявление о том, что моей маме не выдают туалетную бумагу. В один из дней Баженова вступила в открытый конфликт с одним из пенсионеров, в результате которого успокоить ее якобы уже не удалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь. Мы все слышали этот крик. Она кричала на весь коридор, созывала всех на помощь, просила, чтобы ей все помогли, хотя сама делала обратное. Ну, в результате чего вот это агрессивное состояние, как сказали наши медики, продолжалось где-то 2-3 часа, что вследствие чего вызвали просто девятую бригаду. В Центре психического здоровья комментировать состояние Баженовой на камеру отказались. Я буду разбивать с вами. А за закрытыми дверями нам подтвердили, Виктория Баженова здесь. Лечиться ей придется еще несколько дней. Диагноз сообщить Жанна Желдебаева отказалась, сослалась на врачебную тайну, мол, это информация для родных и полиции. Тем временем правозащитники требуют вмешаться в это дело правоохранительные и надзорные органы. Если выяснится, что в Центре ее поместили незаконно, обещают подать в суд. Шелпан Урозбекова Павел Ингельгард. Настоящее время Азия. Казахстан.